всем привет вот долгожданное видео о работе тому кто на кому нравится выпускаем продолжаем вернее выпускать цикл о нашей работе вот основной мастер что он тут делает расскажи вита что ты делаешь что ты делаешь тут одним словом произошли изменения пока я отдыхал дома одним словом так хозяева хотели сэкономить наверное или вернее не точнее не знали как все это делать сэкономить на дизайнере дизайнер значит не наняли мы спрашивали как все на каком уровне там розетки этот вот это карниз этот или узенький хорошо все хорошо все нормально приехали мебельщики мерили все нормально но попросили карниз увеличить мы сделали 45 на января черта увеличить до 60 потому что здесь будет стоять холодильник в углу в мебель даль интегрирован и поэтому да нужна дырка здесь и там решетки будет ставится вентиляция чтобы холодильник не сгорел бы ну и в той стороне там это тоже 60 будет что как это духовка стоять да а посередине шкафчики будет 45 кто тогда все на общее 60 ну вот мы удлику длини как бы шире сделали на еще лампочки заодно и тут будет ряд только чуть-чуть подальше отодвинем и там еще ряд одним словом лампочек как в этом планетариуме звезд вот розетки мы спрашивали высота будет 90 этого как это шкафчиков да это делали черные ставили это не мы это ханеры как дом строили говорю хорошо на таком уровне нормально все делаем хотя мы сами делаем на таком метр пять а здесь было метр 15 10 нет меньше один зону хорошо а сейчас мебельщики там дизайнер пришла и она сразу же видит я тоже удивился как ты за высоковато вот будет черта где ну и выходит что от этого уровня где рабочий стол до шкафчиков нижнего ну да посередине выходит ну да если мы будем все говорить тут на переделать приделать приделать может подумать что мы деньги зарабатываем да а потом есть нехорошо за переделку деньги и деньги уже не столько будет стоить сколько поставить розетка двойне примерно идет да надо выбрать все и аккуратно что провода там не за не по калечись но если он как говорится миллионеров свои привычки деньги есть пускай платят нам то что наш девиз любой каприз но за ваши деньги вот вот я хожу уже на своих двух до поставили раму закрепил поставили уже давно эту раму но просто еще вверху не закрепил здесь короткие фабричные есть мне тут не подошли взял и так придумал хотел иначе там эти фабричные которые вставляются такие прикручиваются к стене и потом здесь можно короткую вставить а здесь эту тоже короткую и тогда средине с таким гайкой такой широкой можно гайкой соединить забыл купить вели не забыл гаек не было такого диаметра восьмерки да а иначе сделать нельзя и тем более счет от пол там обломался у меня фабричный атак из алюминия алюминике делают так вот взял с профилей придумал так что мертво держит где соединил воду что поменьше всяких соединений таких где протекать может хотя здесь будет открываться эта плитка сниматься потому что нужен подход к этой чистки так в таком месте сделали неудобно так что эта плитка будет все равно сниматься и здесь везде подход вот залили вчера пол уже хожу здесь под низом коврик электрический проверили работает грей и залили самовыравнивающаяся смесь есть такая ушло здесь на 5 квадратов 4 мешка сейчас с утра сушим надо гидроизоляцию вложить так быстрее сушим сегодня то нет завтра наверно надо обязательно здесь гидроизоляцию тоже сделать все и тогда уже можно зашивать зашивать и тогда еще стену в принципе можно гидроизоляцию ванная два метра примерно вот так где то этот кусок здесь 70 сантиметров гидроизоляции ну и все тут наверно завтра пятница завтра гидроизоляции начну заниматься полок может похоже на следующей неделе единственное только этот угол сделаю чтобы готовить зашивать и тогда с понедельника уже начнем плитку класть клеить и класть а клеить на плитку привезли вот она какая вот для пола сколько она тут сантиметров наверно 15 на 50 столь на 60 15 на 60 плитка спания испанская наверно это на пол да да меден спин а здесь польская полон польская это пойдет на стены вот большая такая а такая светленькая тоже сколько она тут у нас 20 25 25 наверно на 70 это написано или на 80 даже я не нахожу ладно тут может быть 20 нет или она 30 20 и 10 не 30 ширина да вот и написано я тут я видел 29 3 на 74 29 8 на 74 8 1 1 сантиметр толщиной до легко будет клеить большие быстренько раз и готова два дня и ванна поклеена и полно несколько часов ну вот авито заканчиваю здесь армировать этот карниз наш еще потолка немножко до осталось да там вот где белое пятно это все большое да уже шпаклевана один раз здесь кусок просто не хватило на было доклеить ну а за армирует идем обедать формируем тем самым клеем платишь и везешь магазина за войну в один ящик купила открыла водичка такая как не знаю как жидко жидкая сметана не сливки думаю ну что за тренирую шведская будь хорошая смотрю вариком прошла там небольшими кусками вот только этой комнате мне не хватило большими небольшими кусками но он клеится нормально приклеил всегда мы работаем с неглянской кильтом потом с париком я там армировала шпаклевку ты не положишь в это жидкость мучилась мучилась и там брызгалась брызгалась этим валиком а вот сегодня открываю второй ящик коробочку коробочку вторую нормальный клей значит одна там или злошная была может она старая или померзшая померзшая потому что инструкция читала держать ее на плюс десяти ноль градусов нельзя абсолютно плюс десяти даже плюс пять уже она консистенцию меняет вот и покупает это ты знаешь сейчас поедем в магазин или каждый ящик открывать на месте у продавцы пусть открывают ну или это не дешево стоит восемь евро такой вот пять литров пять литров восемь евро а сколько ушло коробочных таких на эту квартиру четыре по моему вот этот вот мы с этим работаем всегда вот здесь 15 литров да так вот такой один использовала еще две штуки таких 25 литров значит 15 литров мне хватило и поплее и тониров ну считай двойная доза идет угу а вот здесь тут пишется от трех до пяти квадратов с литром можно делать трех до пяти да ну и нормально так так было один раз с гидроизоляцией с чем там или не не с гидро а с этим бетоноконтактом по моему тоже в вода и воняет вы тоже мы приезжали покупали какой-то бетонок открыли везут большими количествами там скисла уже она вонь на всю так там сдали привезли да привезли и сдали просто ну считали поменяли без проблем потому что в воде как открыли так вонь стоял вылезал ну да ты представляешь а есть мастера которые не будут вот так а и делаю не себе такую вонь ну она проветривается но материал-то некачественный ладно тогда сушим пол заканчиваем армировать и идем обедать и розетки еще закончу после обеда 6 штук надо перенести 3 уже перенес и там одну поставили обычно там где вытяжка не ставят розеток сейчас по-новому только провод выводят тут попросили розетки по старинному работают все тогда можете прощайниться сегодня да ничего новенького да ничего новенького пока пока все и опять и